Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте зрители моего канала. Итак, мы продолжаем спасение этой орхидейки фаленопсис от грибкового заболевания. Итак, несколько дней назад мы вместе с вами провели обработку этой орхидейки препаратом биопроисхождения и также разделили ее на две части. Но вы оказались совершенно правы, когда указали в комментариях, что все-таки мне нужно было не жалеть листовые пластины и все-таки действительно так вот нещадно ее оголить шейку. На первый взгляд мне показалось, что того количества листьев, которых я сняла, было вполне себе достаточно. Но вы сейчас можете наблюдать на экране, что продолжается уверенное постепенное продолжение желтения листовой массы и поэтому нам, конечно же, необходимо сейчас взять все препараты на вооружение для того, чтобы вовремя вмешаться и действительно попытаться. Не знаю, получится ли, никто ни от чего не застраховывает и ничего я не могу гарантировать, но, по крайней мере, провести все те меры, которые помогут так или иначе повлиять на восстановление этой орхидейки и попытаться приостановить пожелтение от места этого, от основания, мы, конечно же, вправе и даже в какой-то степени обязаны, потому что жизнь растений, она превыше всего, и мы должны сделать все от себя зависимое для того, чтобы спасти, поставить на ноги эту прекрасную, шикарную орхидейку. Касаемо других частей растений, они пребывают в хорошем туркоре, тонусе. Вот сейчас я могу минутчика отдалить фокус, и вы в этом тоже убдитесь сами. То есть остальные части своей листовой массы растения держат хорошо. Итак, можем приступить к тому, что можем снять те участки, которые уже продолжают подводить нашу орхидейку и продолжают желтить. Сейчас, секундочку, фокус у нас был потерян, его у вас обновим. Так, касаемо того, что из-за того, могло ли быть то, что мы пожалели какие-то листья и их оставили, могли ли это как-то спровоцировать дальнейшее их пожелтение? Я отвечу категорически – нет. Почему? Потому что я уже не устаю повторять эту истину в каждом своем видеоролике. Когда мы замечаем своим глазом уже здесь пожелтение, то это свидетельствует о том, что сосудистое увядание уже идет полным ходом. То есть это уже не причина, а это уже последствие. Поэтому сильно переживать из-за того, что мы, например, в прошлый раз оставили, и это послужило причиной того, что болезнь прогрессирует, нет никаких на это оснований. Итак, надеюсь, вам видно. Я работаю над ошибками в прошлом своем видеоролике. Я немножечко, конечно, рукой закрывала какие-то важные моменты, но надеюсь, вы входите в положение, потому что не всегда удается следить за фокусом, следить за камерой, а еще и делать то, что так очень важно для здоровья наших орхидеушек. Итак, вот эти места, они самые такие нежные и уязвимые. Почему? Потому что здесь находится воздушная розетка, и мне бы не хотелось бы своими действиями как-то навредить ей. Поэтому я здесь, конечно, могу немножечко работать медленно, но зато говорится медленно, но верно. Так, чтобы это потом помогло растению справиться с недугом, потому что и так мы какие-то меры, по всей видимости, проводим весьма поздно. Потом мне придется снять этот лист. И также вот следующий я сейчас разверну орхидейку. Видите, то есть с этой стороны виднее. И также, что хорошо видно, то, что есть воздушный корень, и мало того, что он есть, на нем еще активный апекс. То есть зеленый кончик, который говорит о том, что растение все-таки еще очень даже жило. То есть все шансы у нас есть, если мы ничего не запортачим. Потому что уже, конечно, запоздало снимаем листик, но ничего. Сейчас хорошо очистим этот участок, зачистим, для того, чтобы нанести действующее вещество, которое потом мы обязательно благополучно рассчитываем на его все силы и чары, которые должны наконец-то обезвредить, уже остановить работу этого пагубного вредителя, этого грибка. Кстати, почему вот началась такая вот эпидемия фузариоза именно в холодное время года? На самом деле я всегда готова к таким обострениям. Я его еще называю сезонное обострение, я могу объяснить почему. Всем кажется, что грибы любят тепло и высокую влажность. Это правда. Но всем кажется, что в холодное время года, в зимнее, как раз-таки удается избежать вот этого тепла, потому что зима и все, у нас холод идет, сокон и так далее, и так далее. Это правда. Но, что немаловажно понимать, что сухость от батарей, а как я вам уже говорила в одном из своих видеороликов, что грибы, они очень любят вот спертый воздух и именно высокую влажность и именно жар. То есть это очень важно понимать. Сейчас, секундочку. То есть, что я имею в виду, когда вы проветриваете, растение охлаждается. И поверьте мне на слово, от этого будет куда больше пользы, чем если вы будете бояться попадания холодного потока ветра на листья растения, что, безусловно, может пагубно сказаться. Но я обращаю ваше внимание сейчас, секундочку, фокус сегодня не слушается абсолютно. Намного хуже я замечаю тенденцию, когда все-таки мы жалеем или боимся и оставляем растение в жару, в пик, при этом таком вот палящем, таком вот воздухе, от которого не только растение теряет туркар постепенно, а, конечно, это является очень и очень благоприятной средой сейчас, так, чтобы не задеть воздушный корень, для развития грибка. То есть, давайте подытожим. Наши растения находятся в зоне риска, когда не просто высокая влажность, но и высокие показатели температуры, то есть жарко. Именно тогда я замечаю, вот идет пожелтение от основания. То есть, конечно же, когда вот идет, попадает холод на растение, когда пониженная температура, растение тоже может заболеть. Но если мы говорим в контексте вот именно фузариоза, то чаще всего я могу вот заметить именно вот обострение фузариоза и от основания пожелтения постепенно, когда вот повышенной температуры. Итак, что мы можем видеть с вами? Я, конечно, наблюдаю вот не самый приятный пигмент, вот такой вот фиолетовый ободок. Это, конечно же, комедия грибка, того самого вот зловещего. Ну, будем надеяться, что как-то удалось мне так или иначе зачистить это место. Пораженный участок. Потом, наверное, закадрим еще пинцетом. С собой сейчас под рукой нету. Какие-то участки я их уберу, которые остались в труднодоступных местах. Вот. Сейчас теперь остается нам... Сейчас я еще посмотрю по поводу этого листика, потому что я так считала, что должно было 4 листика у меня остаться. А сейчас я вижу 5 листиков. Касаемо этого листика, оставлять его или нет. С одной стороны, какого-то пожелтения я пока на нем еще не наблюдаю, но, опять же таки, это может быть ложным сигналом, ложным показателем. Ладно, давайте поступим так. Так, в связи с тем, что... Сейчас я сделаю фокус. Фокус. В связи с тем, что конкретно на этом участке сосредоточенный узел корневой системы пока не буду убирать и удалять этот лист. Но, опять же таки, обращаю ваше внимание, если пойдут какие-то степени тяжести этого заболевания, тогда будем снимать. То есть, никто нам не запретит потом обратно таки, как и сейчас мы это делаем, повторить процедуру удаления листа. Теперь нам нужно нанести действующее вещество фунгицид. Также, что меня радует, вижу некоторые корешки. Вот тот корешок, который я вам показала, вот этот. С активно растущим кончиком. И где-то я еще, когда готовилась к видео, смотрела... А, вот еще один корешок. Вот я вижу, он, конечно, здесь поврежденный. Возможно, в процессе удаления листа я его задела. Но, опять-таки, все равно мы можем его с другой точки зрения анализировать, что в том месте, где он находится, значит, еще сосудистая система полностью не погружена в этот мицелий грибка. То есть, возможно, это будем с другого ракурса его анализировать, как шанс на то, что здесь еще это место не совсем заражено и закупорено этим мицелиям. Поэтому будем в это верить. Очень хочется, девчонки, верить, потому что жалко наблюдать за динамикой того, что растение желтит, там листья, и все-таки ты понимаешь, что, значит, остались какие-то очаги поражения, значит, еще нужно дополнительно обрабатывать и обрабатывать. Кстати, обращаю ваше внимание, если вы думали, что однократной обработки будет достаточно, то, значит, вы не имели еще опыта борьбы с этим грибком. И я, кстати, с этим вас поздравляю, потому что с ним практически тяжело как-то сражаться, и шансов все меньше и меньше. Сегодня я буду использовать вот такой вот препарат Меканазол. Он крем по форме выпуска. Сегодня я не имею такой возможности, чтобы обработать фундазол. Вот я на днях пойду и обязательно его приобрету в аптечку для орхидей. Сегодня будем обходиться тем, что у нас есть под рукой и тем, что показано. Меканазол является хорошим, вот у меня где-то упаковка есть, фунгицидным и антибактериальным препаратом. То есть то, что нам и нужно. Вот фунгицидный и антибактериальное средство. То есть нам необходимо от этого и отталкиваться. То есть нам не нужно просто взять любой антисептик, хлоргексидин, перекись водорода или любой другой препарат. Нам нужно отталкиваться именно от фунгицидного действия. То есть пока обрабатываю сегодня миканазолом, завтра фундазолом. Приобрету его и обязательно обработаю. Но сегодня, как срочная мера, необходимо уже в любом случае сегодня очень срочно вмешаться и что-то нанести, обязательно обработать этот участок. Потому что ждать времени нет. Надеюсь, что получится у меня выбраться завтра. Но все равно временить не стоит. Нужно обязательно срочно наносить. Итак, эта упаковочка у меня уже заканчивается. Поэтому, конечно, здесь небольшое количество препарата. И буду стараться нанести на весь участок шейки. Уже у меня препарат заканчивается. Поэтому, возможно, не так все это быстро произойдет. Возможно, придется мне обработать уникадры, чтобы не затягивать этот видеоролик. Но самое главное, я хочу до вас занести информацию о том, что иногда мы можем, конечно же, как мера срочной какой-то помощи использовать препараты для человеческого организма. Но, обращая ваше внимание, сильно рассчитывать и как-то надеяться на препараты, например, миканазол в отличие от фундазола, я бы вам не рекомендовала. Почему? Потому что, как таковых исследованиях на растениях, конечно же, проведено не было. Никаких клинических опытов не ставлено на растениях. Соответственно, о каком-то эффекте, результата мы не можем судить. Поэтому, конечно, ватная палочка не самый лучший способ нанесения. Но, учитывая то, что необходимо соблюдать гигиену, потому что это препарат, и обязательно убирать потом все остатки, обязательно работать в перчатках, то есть соблюдайте меры гигиены, соблюдайте все меры безопасности, потому что иногда мы пренебрегаем этими правилами. Но, как сами понимаете, мы должны обязательно заботиться о здоровье не только растений, но и, конечно же, тех животных домашних, которые у нас есть, о своем организме не забывать, потому что все это все равно может так или иначе попадать через кожу и так далее. То есть может как-то воздействовать. Поэтому мы должны всегда об этом думать, всегда предвидеть все это и, конечно же, заботиться. Итак, сегодня я поступлю так, то есть обработаю этот участок. Потом мы поставим, вернем ее на наращивание корешков. То есть вернем ее стоять над водичкой. Также, возможно, я надену флакон. Такое вот я покажу, из-под тортика я оставила после самогодних праздников эту упаковочку, для того, чтобы симпровизировать условия теплички. Но, опять же, таки все это мы будем с вами проводить после того, как немножечко все эти участки у нас подсохнут. То есть если вам пришлось, например, еще дополнительно срезать. Как видите, я сегодня не удаляла часть шейки дополнительно еще сверху, например, вниз. Почему? Потому что я не хочу, вот как таковых сигналов того, что необходимо это сделать, я не вижу. Поэтому я точно так же рекомендую вам отталкиваться от тех симптомов, которые конкретно можешь наблюдать на своем растении. То есть я имею в виду, если пошло гниение шейки или еще что-то, тогда нужно, конечно же, удалять. А так дополнительно создавать вновь место потенциального поселения уже, например, не грибка, а просто бактерий. Потому что никто же не исключает, что если там грибок, то на фоне этого может поселиться еще и другая какая-то бактерия. То есть необходимо обязательно это тоже учитывать. Также по поводу того, что, например, если растение заражено грибком, а вы используете антибактериальные препараты, то вы должны это и понимать. Что на время, конечно же, если срочно понадобится, вы можете хотя бы что-то использовать. Но ждать того, что этот препарат будет эффективен против грибка, нет смысла. То есть если боретесь с бактериями, то используйте антибиотиками. Если боретесь с грибком, то используйте фунгициды. То есть вы должны это понимать. С вирусами противовирусные препараты. Гормональные препараты я стараюсь, конечно же, не применять. Тем более какие-то непроверенные, малоизученные или еще что-то. Потому что это особо опасная группа, с которой нельзя никак шутить или же как-то нельзя допускать никаких ошибок абсолютно. Потому что, вы знаете, каждая наша мера, она очень сильно, если не обдуманная, может наоборот навредить, а не помочь растению. Итак, дальше мы возвращаем эту орхидейку вот в те условия, в которых она была. То есть ставим ее, вот, наращивать корешочки над водичкой. Так, сейчас, одну секундочку. Вот так вот. Вот, она будет наращивать корневую систему у нас. И можем добавить туда небольшое количество воды. Сегодня никаких срезов, таких ран, надеюсь, мне удалось избежать. Поэтому водичку мы можем добавить сразу. Если вы видите, что, возможно, механические травмы были допущены, то я рекомендую вам тогда оставить на время, пускай подсохнут эти ранки, дабы не провоцировать. Еще раз повторяю, на фоне грибкового заболевания, развития каких-то бактерий, патогенной, другой микрофлоры, которая, конечно же, как сами понимаете, потом аукнется. Итак, вот мы добавили небольшое количество воды. Как я еще раз напоминаю вам, как я поступаю, это вот изредка могу, вот, хорошо, что шейка, во-первых, там становится, то есть она не упадет. Если, например, туркар не вовремя размягчится или еще что-то, что я замечу, как-то отвлекусь забуду, то она все-таки будет находиться в безопасности. Она не намокнет. А также я изредка подхожу и могу, если, например, у меня или влажность снизилась, или вообще я понимаю, что растение бы неплохо подпоить, и немножечко вот так я его припускаю. Соответственно, корешочек уже оказывается в воде. Так, аккуратненько, чтобы шейка попала, вот, пускай лучше она находится здесь. То есть можно воду добавить, вот, немножечко сделать, наклонить растение, и тем самым корешочек находится в воде, то есть растение напаивается, и орхидейка тоже находится на безопасном расстоянии, то есть ее шейка никак не соприкасается с водой, что это очень важно. И тем самым корневая все-таки попадает в воду, что и обеспечивает растение необходимым количеством влаги. Ну что, дорогие мои, будем вместе с вами еще обрабатывать эту орхидейку препаратом фунтозола, который я приобрету на днях, и также тогда мы и сравним те результаты, которые были получены благодаря обработке орхидейкой миконозолом. Ну что, дорогие мои, а на этом моменте у меня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, а также подписывайтесь на мой канал. Всем пока!